Вы мне уже говорите, да? Имя и сегодняшний этап. Вылить радостные события. Сегодня, 19 марта, 2041. Скажите, пожалуйста, было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Нет, это был воскресный день, я закончила восемь классов, и мы радовались, собирались в пыль. И вдруг назад мы объявлено, что началась в пыль. А какая была у вас реакция на эту сессию? Мы еще никак не могли начать осознать, когда уже выступил голодом с речью, когда мы поняли всю ответственность и серьезность надвигающейся этой войны. А что вы думали о причинах военных? Причина войны. А кто обеспечивал его? А кто обеспечивал его? Я думал, что фашизм не решил напасть на советское сессию. В этом время я пошла в Филатовскую больницу, там был открыт госпиталь и стал работать с санитаркой. А когда и как мы были призваны здесь в шаге? После окончания ступы я был на треск, когда из одного до семенка войска, который был против. А вот так, чтобы мы пришли. А в городе, как у них и боярки подписаны? А где и как здесь боярки? У нас вся жизнь каписон. То есть всегда боярные врачи, всегда проживутся военных годах. Потому что всегда нас слушают всевозможные поездки, командировки. Нет, вот сейчас организовалась у нас. Например, участковый институт не был. Скорая. Нет, у нас есть такая. Шайборн организовал. МЧС. Раньше поискатель, КВД, все. А какое событие заходилось вам, как наиболее радостное? Радостное. Я могу сказать о том событие, которое запомнилось не только мы, а о многих наших домах. Я встретил. Это был воскресный день. Вот такие. Я не жил в госпитале. И вдруг, возят молодого человека, отца, 20 лет, что он там кричит. Вы знаете, 18 лет. Он после анкеты. Он пришел на поле, пришел в часть. Ребята играли в руку. Он говорит, что он показал, что ничего потерялся с ним. И в таком тяжелом состоянии он находился в России. В оружии в России всех инфарктов. Легко. В инфаркт сердца. Никто не к ним. Уже все отказались от него, он был с медицинской сестрой, он был инсулирован в отдельные платы, поскольку мы не хочем его пожарить. И буквально через несколько дней, когда мы решили привести его в другую палату, все будет решено, что он у нас вышел, и мы его вывлечили за Россию, и он посиделись жив. Наставники больше, старшие, и работают в молодежном конкурсе. Сейчас уже на пенсии, но в то же время мы быстро их призванивались, и мы очень благодарны, что их за Россию. Как хотите назвать, это трагическое, и в то же время это очень хорошее сбор. Скажите, а какие вам награды и за какие заслуги? Я буду подзывал хозяйку, и говорю, хочу предъявить больницу. Я пополнил медицинский спаситель. Не теряйте, не хочет. Не теряйте, не хочет. Мне гордят красные звезды, гордость отечественной войны, которые сразу знают отцепление. Гордость отечественной войны. После боев с Западной Украины. Мы сейчас будем ждать, а у нас противодействия, как мы сейчас будем. Что, хату сгорит? Какая награда для вас остается в городах? Ах, ну goes, как. Нам надеюсь, и взяли руки и все, где-то другие. Потому что это... Друг, это не просто другое, а труд đã связано с моим конкурентом. И если нет, то есть связано сParcevo. Состояние, когда где-то очень плохо. Легко, когда плетает, и мы оказываемся вовремя. А были ли у вас сомнения в победе? В чем? В победе? Я никогда не вернулся, я думаю, я обязательно не вернулся. Хотя я из вас бы никуда не выезжал, я из вас бы по своему ряду. Мы спасали солдат, как у меня девочки, молоденькие, когда нам было по 16 лет. Кроме того, построили сожженные сограждения. Расскажите о своих боевых командах. Мы не врожден. Воевали жертвы. Холоденько, полка, полка, геркогенцы. С нами он боялся. А в расширении комиксов Warwick, но я не помню его числа. Он генерал произведён, генерал Паутина. А командир полка Брош, хотя бы, хотя бы, хотя бы, победу, победу. Прекрасные командиры, которые с нами были вместе, пришли с ними в бой и засадивали вместе с солдатами. А какое было у вас отношение и ваших сослуживок лично к Сталину? К Сталину? Тогда было прекрасное отношение, потому что мы все знали, что пришли в бой за руку за Сталина. Поэтому мы пришли в бой за стойки, все приезжали и говорили, что в бой за Родину за Сталина. К Сталину относились очень хорошо, все так и так, все так и так, все так и так. Была дисциплина, была двояна, и очень их уважали. А верили ли вы в Бога до войны? Что верили? В Бога. В Бога. Верили. Верили. Спасибо. В Горусе. Я первыйisin человек. В Горусе. Как я четко од bit. В Нижнадушном Болговке. А как вам удавалось вне память с двух там учаотеждения? Как нас воспитали, воспитал комсанты, как нас воспитали наши родители, как память меня, учительница, как папа, в начале военной, а потом возле врача. Главное, что они нас воспитали, преданы с тех, кто в родине, нет ни брата, и все военные братья, и все мы понимали, что родина это для нас все. А какое у вас было отношение к тибетским солдатам? Здесь я, так скажу, вояк. И когда они шли по Москве, порой в город нам уезжать и уезжать, и уезжать, и уезжать, и уезжать, и уезжать, и уезжать. И уезжать, и уезжать, и уезжать. Это чувство отвращения, что родины воевали с нами. А если подумать, они же тоже нам пришли. Мы не собственные, но все равно, они нам не нравились. Кто пытался их камнями бросать, кто кричать. И вот как мы с ними говорили. Они через дом Москвы, солдатские, друг другу помогают, и не забывали, но, причем, если вы хотели, я знаю, что это было мерзкое. И что они, в нашем доме, в нашем доме, что они на просрочке будут хорошие люди. Мы очень рады, потому что мы не можем работать. Интересные же, и я же говорила, что срочно будет, и я смотрю, вот у нас все. Это все нормально. Нормально. А приходилось ли вам во время войны слышать о Гласове? О Гласове? Приходилось ли вам слышать во время войны? Нет. Приходилось ли вам слышать во время войны о Гласове? А Гласове? Мы все слышали о тебе представительстве. Мы все очень верны. Я ничего не знаю. А в Гласове, по-другому, с Бегасовщиком, с Эрктирсом? Да, в Гласове, по-другому, с Эрктирсом. А более, чем вы слышали. А более, чем вы слышали. У нас не слышали. Я не слышали, я не представляю. А как вы отдыхали во время войны? А как вы отдыхали во время войны? В периоды затяжья? Никак не отдыхать. Некогда буду отдыхать. Раненых несли. Нам надо было их быстренько разливать, отдыхать, подавать. Я не знаю. Я не знаю. Вы не слышали выступления артистов? Нет, очень. Это было очень много. И артисты. Мы их доверили. Потому что у нас в Евангелии. Никогда не отдыхали. Никогда не отдыхали. Не отдыхали. А бывали любовь на войне? Любовь на войне? Нет. Любовь на войне. Подошли. Наверное. Я был замужем. У меня был ребенком в воде. Во время войны. У меня был ребенком в воде. Поэтому подошли, мой женский депутат. У меня был ребенок в воде. А вы не можете его вас. А чтобы не его править, где похоже. Он в 18-м году меня родился. Когда они присваивали. И вот ему было, когда я его взявал, я его воспринимал. Вау. Какое отношение вы уехали? А получали ли вы известные сроки и писали ли сами такой? Нет, я очень говорю, что у нас в Москве была в Москве, когда война была. А когда я приехала в Западный Герой, мы не знали, что у нас новое, живое, 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 живое. А что вы знали о союзниках? Кто запомнился? Кто запомнился? Кто, что печатали? Печатали. А какой помощи вы ждали от союза? Мы ждали, что если они подошли, значит война скоро кончится. А где и как вы встретили День Победы? В Москве. Я же военная была, поэтому мы после дежурства нашли нашу службу. 9 мая, когда мы пришли, все на улицу целовали, обнимали, солдаты встречали, всех обнимали, целовали. Все, которые подбрасывали, кричали День Победы. Мы были в форме женщины, женщины, мужчины, все в форме военные. А какие у вас были чувства? Что вы делали? Что вы делали? Что вы делали? Когда мы служили. Смех и слезы. Слезы радостей, потому что кончилась война. А смех молодежь возвращается, раненый возвращается. Остально лично видит много. Боялись вы? Нет. А какой фильм вы бы посоветовали посмотреть молодежи о войне? И какую книгу прочитать? Да нет. Я бы рекомендовала Симонову почитать. Начиная со стихов, которые он писал во время войны, и все его произведения. Потому что он сам, Симонов, прошел весь взгляд. И его произведения очень впечатляющие для молодежи. Я не очень учитель. Молодежи надо больше вникать в ту жизнь и анализировать. Потому что есть чего поучиться. Люди настолько преданы тем, что они не считались ни с чем. Как вы оценивали то, что после войны в Кирпании нам пришлось воевать с Европой? После войны силы были брошены. Мы знали, что это... Сибирские войска были брошены в войну с Европой. Но нам нет. В этой временной, в этой войне, и быстро это как-то закончится. После такой тяжелой войны, как-то... И вот, на меня, в этой войне, в этой войне, в этой войне, в этой войне, особого, вот особого, я имею в виду, не произвел в том отношении, что я так и думаю, что там быстро кончится. Люди наши, волны силы от того, чтобы они справились с Европой. В армии, в 93-м. И в травы, фандосов, на конструкцию. А вы хотели бы еще рассказать что-нибудь? Ну, кажется, по тому, что вы уже рассказали. А есть что добавить? В Сибири, а у меня в семье появилось. Вот. Я стал очень сложным, военным, военным. Я хотел бы сказать молодежи, чтобы они любили свою жизнь. Это первое, чтобы они были добрыми, чтобы они помогали людям, людям больным, людям мало, беспомощным, чтобы они, очень хорошее было во время войны Тимуровское движение. Сейчас у нас нет войны, и это движение, может быть, и не нужно. Чтобы люди были очень, молодежь очень реагировала на больных людей, на одинногих людей. Не так вот бабушку толкнуть, она ее и нет. А вот за это время я закончил. И подумайте, дедушка, и часто встречаться одинаковочек. У них много, есть, чего будет. После этого обучившись, богатый, а потом в академию. Спасибо большое. Путь у нас очень здоровый.